40 палестинцев прибыли в Карачаево-Черкесию, вынужденных беженцев обеспечили всем необходимым и разместили в пансионате Тиберды. Все для победы. Народный фронт отправил на передовую четыре машины. Передача состоялась у здания трудоинспекции республиканской столицы. А в 17-й гимназии Черкеска учащиеся и педагоги приняли участие в сборе гуманитарной помощи участникам специальной военной операции. Межнациональное и межконфессиональное отношение в СМИ состоялось в награждении журналистов за лучшие материалы по данной тематике. Здравствуйте! На телеканале «Россия-24» информационный выпуск «Вести Карачаева-Черкесия». С вами Мурат Женкёзов. По поручению главы Карачаева-Черкесии Рашида Тимрезова была организована встреча группы беженцев из Палестины. 40 человек минувшей ночью прибыли на железнодорожную станцию Невиномыска. Далее в сопровождении специалистов экстренных служб реагирования нашей республики они отправились в Тиберду. Подробности в сюжете Артура Мхце. На перроне железнодорожного вокзала Невиномыска всё готово к приёму гостей из дальнего зарубежья. Специалисты экстренных служб реагирования Карачаева-Черкесии и представители регионального правительства в ожидании беженцев из сектора газа. По поручению главы республики Рашида Тимрезова для спасающихся от войны людей было подготовлено всё необходимое. «Два дня назад специальным бортом МЧС они были эвакуированы из Египта в Москву бортом МЧС. И сегодня при сопровождении МЧС они прибывают на станцию Невиномыска, где мы их будем встречать. Всего прибывает 40 человек, из них 26 человек – это дети, 14 человек – взрослые, 12 женщин, двое мужчин. Вот такой контингент мы будем встречать и размещать у себя в Карачаево-Черкесии». Звучит оповещение о прибытии поезда «Москва-Нальчик». Сотрудники регионального управления МЧС помогают людям вынести на улицу вещи и самых маленьких пассажиров. Затем, настороженно озираясь по сторонам, на платформу спускаются и взрослые. Заметно, что свой отпечаток оставили события последних недель у них на родине. «Они все были готовы, да, они подготовили тёплые вещи, они тепло встретили их во всех точках прибытия и…» «Все было готово, и еда, и одежда, и вещи, и всё остальное». Ахмед от лица сограждан Палестины признателен за радушную встречу, счастлив оказаться здесь. Карачаево-Черкесия, как принимающая сторона, имеет немалый опыт в обеспечении беженцев всем необходимым. «Мы уже алгоритм работы с этой категорией, с детьми, вопросы, связанные с размещением, их пребыванием непосредственно в пансионате, создали условия для молебной комнаты, создали условия для того, чтобы они могли полноценно отдохнуть. Но, естественно, мы предполагаем организовать и учебный процесс для детей с учётом их потребностей». Далее колонна автобусов с беженцами в сопровождении сотрудников МЧС, МВД, службы медицины катастроф отправилась в гостиницу «Эдельвейс», где они смогли передохнуть после длинного пути и отведать блюда от местных поваров. Конечный пункт назначения – пансионат «Жемчужина Кавказа» в Тиберде, где уже всё готово для размещения и пребывания гостей из Палестины. Артур Махца, Виктория Карпенко, Вести, Карачаево, Черкесия. «Всё для победы. Народный фронт отправил на передовую четыре машины. Передача состоялась у здания трудинспекции. В рамках акции автомобили доставят участникам специальной военной операции. Эта помощь особенно нужна нашим бойцам. Техники всегда не хватает», – рассказала руководитель оригинального исполкома «Народный фронт» Людмила Капушева. В Карачаево-Черкесии большое количество волонтёров, которые помогают, собирают гуманитарную помощь. Она поблагодарила всех неравнодушных и отзывчивых людей. В рамках работы единого штаба при главе Карачаево-Черкесской республики Рашиде Борисовиче Темрезове передано уже немало. Не только техники, и автомашин, и дизельных генераторов, и так далее, и так далее. Очень много. Вы освещаете эту деятельность, вы это видите. И от Народного фронта тоже это не первые машины. Но в рамках распоряжения правительства Российской Федерации у нас в Карачаево-Черкесии – это первая партия из четырёх машин, которые мы от федерального органа исполнительной власти приняли и передаём нашим ребятам на передовую. Всё, что есть у органов власти, у государственных корпораций, у их подведомственных учреждений, прежде чем списывать или куда-то передавать, выставлять на торги, все они обязаны предоставить нам в Народный фронт информацию о них. И если это действительно то, что необходимо ребятам, то есть мы согласуем наши действия, и мы забираем и передаём именно в рамках проекта «Всё для победы». Это очень правильное и своевременное решение, и я думаю, что оно закроет очень многие позиции, которые просто гуманитарной помощью сложно закрыть. Учащиеся с 17-й гимназии Черкесска собрали гуманитарную помощь участникам специальной военной операции. Педагоги считают важным поддержать наших воинов морально и выразить слова благодарности. Альбина Ламкова продолжит тему. Организатором патриотического мероприятия выступила заместитель директора по воспитательной работе 18-й гимназии Черкесска Марьяна Мхце. Цель одна – поддержать военнослужащих. Дети написали письма им. Они высказали слова признательности за их каждодневную работу по выполнению воинского долга и защите Отечества. Также ребята поздравили участников специальной военной операции с наступающим праздником. С Новым Годом! Поздравляем всех защитников Отечества с наступающим Новым Годом! Желаем вам крепкого здоровья, бодрости и силы духа! Вы видите, насколько наши дети готовятся, насколько они принимают участие с большим удовольствием во всех этих акциях, которые мы проводим, во всех этих мероприятиях. Мы очень гордимся и нашими детьми, и нашими родителями, что они всегда очень отзывчивы, что они всегда готовы принять все, что мы им предлагаем, и они с удовольствием участвуют во всем. И самое главное, что все это делается от души. Поэтому, конечно, мы с Новым Годом поздравляем всех! Подготовили в зону СВО и подарки в коробках сладости. Суть акции состоит не только в том, чтобы оказать материальную помощь. Не менее важно поддержать боевой дух солдат. Ведь всегда будет приятно знать, что о тебе помнит твоя родина, твоя страна, твои родные люди, отметили педагоги школы. Поздравляем всех защитников Отечества с наступающим 2024 годом. Желаем всем здоровья, силы духа, бодрости. Мы всех ждем домой, любим, верим, надеемся. Кстати, дети 18-й гимназии накануне были приняты в ряды Всероссийского движения «Орлята России». Это уникальный проект для учащихся первых-четвертых классов. Он объединяет детей, педагогов, наставников и родителей в добрых делах. «Орлята России» – мы лидеры детства. Бережно упаковав письма в коробки с продуктами, ребята отгрузили подарки в машину. Они в ближайшее время будут доставлены в зону проведения специальной военной операции в подразделения, в которых проходят службу военнослужащие из нашей республики. Доставят грузу волонтеры ЗОВ Родины. Движение создано в помощь участникам СВО. Альбина Ламкова, Лилия Шаштаева, Михаил Каракелян. Вести. Карачаево-Черкесия. Жители республики положительно оценили деятельность органов внутренних дел по Карачаево-Черкесии. Об этом говорят данные мониторинга. Его целью является получение информации, отражающей мнение населения о работе полиции в территориальных органах МВД России на районном уровне. Мониторингом в 2023 году охвачены 2400 совершеннолетних жителей в 80 населенных пунктах Харачаева-Черкесии. Более 87% респондентов ответили, что чувствуют себя защищенными от преступников, от посягательств на жизнь, здоровье и имущество, доверяют полиции и положительно оценивают ее работу. Опрос проводился при активном участии представителей общественности. По поручению главы Карачаева-Черкесии Рашида Тимрезова, 50 искусственных елей для социальных учреждений направили из нашей республики в подшефтный Старобельский район Луганской народной республики. Карачаева-Черкесия установила и украсила новогодние ели во всех школах и детских садах Старобельского района. Кроме того, детям Старобельского района вручат новогодние сладкие подарки от главы Карачаева-Черкесии. Отметим также, что в настоящее время в Карачаево-Черкесии отдыхают школьники из Луганской народной республики. Для них подготовлена насыщенная развлекательно-познавательная программа. В Черкесии наградили журналистов за лучшие материалы по освещению в СМИ темы межнациональной и межконфессиональной отношения. В числе участников конкурса и сотрудники ГТРК Карачаева-Черкесия на торжественной церемонии побывал наш корреспондент Алихан Лепшоков. Конкурс журналистских работ проходил среди работников печатных и электронных СМИ на лучший авторский материал по освещению межнациональных и межконфессиональных отношений. Перед награждением были представлены видеопрезентации, где победители творческого конкурса рассказывали о своих работах и отмечали важность выбранной темы. После всех собравшихся поприветствовал министр по делам национальности и массовым коммуникациям и печати Карачаева-Черкесии Мурат Есинеев. Он подчеркнул, что подобные конкурсы позволяют выявить мастерство работников СМИ республики. Все номинанты конкурса проявили себя с самой лучшей стороны. Я очень еще раз подчеркиваю, что мы коллеги. Мы делаем одно общее дело. Хотелось бы, чтобы в следующем году эта работа наша совместная продолжалась. Было более расширить круг призеров. Было больше хороших репортажей, хороших публикаций. И мы могли, как говорится, по достоинству оценить и, естественно, увеличить призовой фон. Журналист черкесской редакции ГТРК Карачаева-Черкесия Муминат Ешерова одержала победу в этом конкурсе, представив свою передачу «У адыгов обычай такой», где она рассказала о многонациональной семье, проживающей в ауле Алибердуковский. Победительство было отмечено почетной грамотой и денежным призом. Будь это маленькая программа или же большой авторский проект, на телевидении это групповая работа. То есть это не только моя заслуга, а заслуга тех людей, которые работали со мной в обоих. Представили мы программу «У адыгов обычай такой», «Мотонациональная семье Пафовы» из аула Алибердуковского, где дружно и счастливо проживают представители пяти национальностей. Это и Черкесия, и Сицины, и Абазины, и Карачаевцы. И очень приятно, что мы через такие семейные ценности раскрываем наши традиции и обычаи. Также почетную грамоту и денежный приз получила корреспондент службы радиовещания ГТРК Карачаева-Черкесия Алимат Матакаева, представив свой журналистский материал. В завершении церемонии награждение артисты республиканской филармонии подарили виновникам торжества свои музыкальные композиции. Алихан Лепшоков, Виктория Карпенко, Вести Карачаева-Черкесия. Развитие сельского хозяйства является одним из основных приоритетов нашей экономической политики. Труженики полей знают, что ни один сельскохозяйственный год не бывает легким. То чрезмерные осадки, то засуха и другие обстоятельства. Свежий взгляд на насущные проблемы, ожидаемые перспективы, а еще как помогают сельхозтоваропроизводителям специалисты Россельхозцентра. Подробнее обо всем рассказал руководитель Россельхозцентра Республики Артур Хубиев. С ним встретилась Альбина Ламкова. А я с вами прощаюсь. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok